Знаете, я в начале разговора как раз говорил, что это проблема, что есть много игроков, которые считают себя ущемленными в результате этой второй Карабахской войны, что они не смогли обеспечить свои интересы. В основном это касается соприседателей Минской группы, особенно Франции, Соединенных Штатов Америки. И у них очень большое влияние именно на Армению. Этот процесс очень мешает, то есть эта ситуация очень мешает, чтобы процесс двигался намного быстрее. Я с вами абсолютно согласен, что самый лучший формат – это переговоры напрямую между Азербайджаном и Арменией. И с вами согласен, что тут самая хорошая площадка – это Грузия, которую я в этой ситуации называю честным брокером, ударение не на брокерство, а на честности. Потому что честный брокер – это очень важная фигура, и даже в учебниках по менеджменту и по экономике как раз описывается, как найти этого честного брокера, без него решать вопросы невозможно. Если брокер сам хочет больше заработать, чем непосредственно вот эти участники этих переговоров, да, и мутит воду, когда его что-то не устраивает, она, конечно, тогда никаких результатов быть не может. А Грузия здесь очень естественная такой… Грузия, естественно, площадка для таких прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией. Потому что, в конечном счете, после Азербайджана и Армении, я думаю, Грузия больше всего заинтересована в том, чтобы как можно скорее этот конфликт был вверх. Буквально несколько дней назад, это больше недели, где-то 10 дней назад я был в Тбилиси, европейская одна организация, вместе с МИД Грузии организовали такую встречу экспертов известных армянских и азербайджанских, и ученых, да, экспертов и ученых. Кроме того, была очень интересная конференция, где также выступили официальные лица Грузии. И я думаю, это очень было полезно, очень важно, потому что действительно между Азербайджаном и Арменией, я уже не говорю про официальный уровень, там напряжение какое, все понимают, но даже между известными экспертами и учеными давно нету таких вот контактов, а они очень полезны всегда, когда ты свои обеспокоенности передаешь этим влиятельным лицам, они нам передали. Это всегда нужно. Я сейчас в тонкости не хочу входить во всех деталях, но Грузия предоставила эту площадку и Министерство иностранных дел Грузии, там были также европейские стороны. То есть, когда мы говорим о Грузии, здесь имеется в виду Грузия, европейская сторона. Когда военнопленных освобождали Грузию из США, поэтому как бы площадку дает Грузия, но ресурсные центры есть, Евросоюз, США, которые также помогают, чтобы успешно это было. Потому что, да, Армения и Азербайджан нуждаются в том, чтобы площадку предоставили им для разговора. Потому что если была такая тяжелая война, сейчас тоже продолжается достаточно тяжелая риторика с той стороны в адрес нас. И когда Грузия, страна, которая добрососедская и для Армении, и для Азербайджана пытается помочь, это всегда полезно. Результат какой будет, мы посмотрим. То, что он не будет отрицательным, это могу твердо сказать. И также, в том числе, в контексте армяно-турецких отношений. Но мы понимаем, понимаем, что все сложно. У нас в Армении, конечно, есть пессимизм очень многих, в особенности на армяно-турецкие отношения, как это ни странно, потому что там исторические контексты. Но все равно надо выходить на этот диалог. Продолжение следует...